МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на седьмом канале. Меня зовут Евгений Петренко. Главные темы к этому часу. Глазной центр все-таки приведут в порядок. Сколько денег выделят на ремонт больницы? Первые призы викторины и песни на избирательных участках. Русь Сибирью крепче стала, Жить нам тут наказ дала. Как прошел второй день голосования по поправкам в Конституцию? С опозданием на месяц в Красноярском крае начинается основной период сдачи ЕГЭ. 107 человек в нашем регионе умерли от коронавируса за все время пандемии. Только за последние сутки стало известно о 8 новых смертельных случаях в Красноярске. Это четверо мужчины и 4 женщины. Им было больше 50 лет. Заболело в Красноярском крае еще полторы сотни человек. Много случаев сегодня в Железногорске. Учитывая, что обычно в небольших городах и районах региона фиксируют всего несколько случаев в сутки. Около 40 миллионов рублей потратят на ремонт глазного центра на Никитина. Региональный Минздрав прокомментировал заявление прокуратуры о ненадлежащем состоянии клиники. Напомню, накануне прокуратура завершила проверку глазного центра. Экспертиза подтвердила, помещение не соответствует санитарным нормам. Это создает угрозу для жизни и здоровья пациентов. Но, несмотря на отсутствие денег, на капитальный ремонт, отметили в Минздраве, все нарушения исправят уже в этом году. Закрывать клинику на время работ не будут. Обновят в этом году не все отделения. Чтобы полностью отремонтировать центр, требуются значительные суммы, которых в настоящий момент в краевом бюджете нет. Отмечу, здание глазного центра построено в начале 80-х. Происходит постепенное, пошаговое ремонтирование тех самых насущных проблем. Это детская консультативно-диагностическая поликлиника. Ремонт. Это ремонт теплоузла. Ремонт вентиляции отделений. И определенные средства, заложенные на установление ограды самого офтальмологического диспансера. Голосование по поправкам в Конституцию России продолжается. Напомню, началось оно накануне 25 июня, а закончится 1 июля. Во второй день красноярцы голосуют активнее. Еще до полудня урны избирательных участков заполнились на треть. Подробности в сюжете далее. Голосование по поправкам куда важнее любых других, считает председатель законодательного собрания края Дмитрий Сверидов. Если раньше мы выбирали, как будет жить страна, регион или город ближайшие несколько лет, то Конституция – документ, по которому живу десятилетиями. Это надо сделать. Пришло время. Тем более, тем более с учетом того, что сегодня мы с вами находимся в особом режиме. Это и режим, к сожалению, борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Это очень непростая ситуация в мире. Очень непростая. Мы видим, с какими вызовами сталкивается сегодня наша страна. Поэтому в данном случае, укрепляя свою страну теми решениями, которые внесены в этих поправках, я думаю, мы точно помогаем своему государству выжить, развиваться, стабильно идти вперед. Председатель избирательного участка, который находится в 32-й школе Красноярска, Татьяна Руднева, рассказывает, голосуют красноярцы активно. По нашему участку, у нас на избирательном, на нашем участке 1970 избирателей, на вчерашний день 136 пришли. Это высокая явка. В течение дня не было такого часа, чтобы прям затишье было. На сегодня явка еще выше. Секретари посчитали, что приходит не менее 8 человек за час. А это утро рабочего дня. Высокую явку обеспечила и хорошая погода, и осознанное отношение людей к важности происходящего. Для меня особенно важной является поправка по сохранению исторической памяти. Ведь в последнее время происходит фальсификация итогов Второй мировой войны и роли в ней Советского Союза. Приняв данную поправку, я считаю, что мы сохраним историю для наших потомков, а также отдадим дань памяти погибшим на поле боя. Важно, да, это поправка, которая относится к именно требованиям новым, к людям, которые занимают высокие посты, то есть чиновники у нас, да, депутаты. То есть это не только там запрет на двойное гражданство, но и именно вот ограничение во владении зарубежной недвижимости, ну, что у нас на самом деле распространено сейчас у высокопоставленных лиц. Для тех, кто не может прийти на участок, но готов проголосовать, могут организовать доставку урны на дом. Достаточно позвонить на свой избирательный участок и оставить заявку. Вчера их было 9, сегодня 5. Это маломобильные люди. Напомним, голосование продлится до 1 июля. Принять участие могут все совершеннолетние жители страны. Юлия Рядчикова, Сергей Раков, 7 канал. Сегодня стали известны имена первых победителей викторины на знание Конституции. Обладателем новой машины стоимостью в 600 тысяч рублей стала жительница Красноярска Анна Зыкова. Пенсионерка рассказала, что много лет водила легковой автомобиль, но пару месяцев назад решила подарить его повзрослевшей внучке. Теперь у женщины опять появилась возможность сесть за руль. Но, скорее всего, автомобиль она передарит детям, признается пенсионерка. Говорит, им нужнее. Кстати, на выигрыш Анна Зыкова почти не надеялась. На вопросы викторина ответила скорее ради любопытства. Но удача улыбнулась именно ей. Это мой первый выигрыш и такой вот счастливый. Ну, какое-то счастье вот такое, вот знаете, легкость какая-то, веселость. Если бы можно было бы, я бы, наверное, летала. Обладателем главного приза однокомнатной квартиры в новостройке с видом на Инисеи стала жительница Минусинска Юлия Пушина. Молодая женщина работает нянечком в детском саду. Своего жилья у нее нет, точнее, прежде не было. Теперь ей принадлежит 38 квадратов. Свой приз девушка увидит только вечером, пока она на пути в Красноярск. Очень хотелось, чтобы призы достались людям, которые в них нуждаются. Необходимо будет заплатить в ПРО в следующем году налог. Налог есть на коммерческо-рекламный проект 35%. Это так, как социальный проект. Там обычно подоходный налог 13%. В первый день викторины было разыграно 7 призов. Это квартира, машина и 5 смартфонов. Обладатели двух из них до сих пор не нашлись. Поэтому организаторы викторины рекомендуют проверить свои номера купонов. Напомним, чтобы стать участником викторины, необходимо прийти на голосование до 1 июля. Взять у волонтеров листовку с вопросами о Конституции. Участвовать может любой житель края старше 18 лет. Необычным выдался день не только у тех, кто выиграл сегодня в викторине. Так, на одном из избирательных участков прошел настоящий концерт мужского хора. Голосовать артисты собрались полным составом. О том, кто еще из известных красноярцев поучаствовал в голосовании, расскажет Денис Козлов. Импровизированный концерт прямо на избирательном участке сегодня устроили солисты мужского сибирского хора. Артисты рассказывают, концерт по сути экспромт. Перформанс родился спонтанно. Патриотические песни, олицетворение идеи, с которой артисты пришли на голосование. В первую очередь это развитие и показ духовной культуры. Россия, патриотизм, это естественно. Поправки, которые вводятся, они играют огромную роль для суверенитета Российской Федерации. Тем более связанные с браком, тем более связанные с русской культурой, речью, с толерантностью, которая относится к разному количеству людей, проживающих на территории этой Федерации. Проголосовать сегодня решили и известные красноярцы. Так Андрей Горбань, директор Роева ручья, говорит, что на выходных посетителей в фан-парке будет много, а значит, работы не в проворот. Сейчас время выкроить проще. Плебесцы для руководителя зоопарка – это прежде всего отражение воли народа. Для чего существуют выборы? Ну, по-нашему, по-простому, по-житейски. Для того, чтобы понимать, чтобы не было точек кипения, чтобы государство знало точку зрения своего населения и реагировало, естественно, на нее. Тем временем надомное голосование также идет полным ходом. Участвуют в нем и корифеи красноярской политики. Сегодня представители избирательной комиссии пришли к Севолоду Севастьянову и его супруги. Стражилы Краевого политического фронта считают, что вне зависимости от отношения, участие – залог того, что тебя услышат. Я думаю, что в голосовании участвовать нужно в любом случае. Это гражданский, ну, долг, в общем-то, такой моральный, очень нравственный, поскольку добровольное голосование. Я думаю, было бы очень важно и для руководства страны, для президента, и для правительства вообще оценить. Не важно, как эти люди проголосовали за или против, важно, что они вот неравнодушно отнеслись по каким-то моментам. До конца голосования осталось пять дней. Тем, кто еще не успел, есть время сделать это вплоть до первого июля. Тем более, этот день объявлен нерабочим. Денис Козлов, Илья Сенкевич, Седьмой канал. Сразу после рекламы вы узнаете, почему демонтируют торговые павильоны в Красноярске. Оставайтесь на седьмом. Почему для посадок мы выбрали именно этот участок? Дело в том, что в 2011-2012 году здесь проводилась лесозаготовка. Официальная, законная, по всем правилам. А потом, в течение нескольких лет, все это время специалисты наблюдали, насколько успешно здесь естественным образом устанавливается лес. Причем нас интересуют, в первую очередь, хвойные, полезные для человека породы деревьев с лиственными. Итак, все вроде бы в порядке. В программе «Таежный спецназ» автор и ведущий Денис Денисов расскажет о лесе и его защитниках, а также развеет стереотипы о сибирской тайге. Смотрите в понедельник в 8 вечера на седьмом. За незаконную продажу снос торговой точки. Именно так в Красноярске проходит борьба с незаконной реализацией горячительных напитков. В этом году демонтировали больше 50 торговых павильонов. В планах еще около 30. Подробности расскажет Виктор Бородин. Именно так заканчивается незаконная продажа алкоголя в павильонах на Ладоке из Хавели. Торговать спиртным в них нельзя по закону, но многих предпринимателей это не останавливает. Наказание – демонтаж торговой точки. Причем сначала бизнесменам предлагаю сделать это самостоятельно. В случае отказа сносом в принудительном порядке занимается администрация района. Процентов 30 сносят все-таки сами. Понимаю, что они в дальнейшем тоже будут продолжать работать в Октябрьском районе. А к остальным вот такие методы применяются за счет бюджета. У нас есть контракт, существует. За счет бюджета специальная организация демонтирует, выводит в установленное место. Ну а затем мы предъявляем регрессный иск для возмещения затрат, которые мы понесли на снос этого павильона. А выявляют недобросовестных бизнесменов, в том числе с помощью контрольной закупки. Ее совместными усилиями проводят полицейские и представители администрации. Если вину предпринимателя докажут в суде, с ним расторгают договор. Трудности возникают с павильонами, находящимися на придомовых территориях. За них отвечают управляющие компании. Сейчас на рассмотрении в суде находится больше 20 исков об обязании владельцев демонтировать павильоны. В администрации объясняют, почему меры настолько серьезные. Во-первых, они продолжают работать по какой-то причине. Во-вторых, они все прекрасно знают, что за это предусмотрена ответственность. Но, видимо, сиюминутная прибыль для них более интересна, нежели такие последствия. Сейчас достаточно одного факта привлечения виновного лица к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. Всего за прошлый год в Красноярске разобрали больше 80 павильонов. А с начала текущего года уже почти 60. В планах еще около 30. Против ларьков, где незаконно продают алкоголь, выступают и сами горожане. Тем более, если детям продают подросткам, то зачем это нужно? Ну, вообще, я считаю, таких, конечно, не должно быть. Но если это приличный магазин рядом с домом, какой-то маленький пускай, иногда удобно зайти, купить хлеб, что-то по мелочи. Но для больших покупок мы, конечно, ходим в супермаркет. Сообщать о незаконных точках продажи спиртного просят и сотрудники полиции. Для этого можно позвонить по круглосуточному номеру телефона. Он сейчас на ваших экранах. Полицейские обещают проверить все поступившие жалобы и принять необходимые меры. Виктор Бородин, Сергей Раков, 7 канал. Более 65 тысяч предпринимателей в Красноярском крае понесли убытки из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Все они уже получили помощь от государства. Это накануне обсудил губернатор края Александр Ус с новым полномоченным по защите прав предпринимателей Станиславом Заблодским. Его кандидатуру на этот пост краевой парламент утвердил в начале июня. В непростых условиях экономического кризиса Заблодскому предстоит наладить взаимодействие между бизнесом и краевыми властями. Многие сервисные структуры, и это как раз касается малого и среднего бизнеса, они по-прежнему не имеют возможности продолжать работу. Но для того, чтобы как-то их поддержать, наряду с федеральными мерами поддержки, в крае принят один, а потом второй пакет антикризисных мер. Александр Ус также поставил Станиславу Заблодскому ряд долгосрочных задач. В их числе стать связующим звеном между предприятиями малого и среднего бизнеса с крупными инвесторами, входящими в корпорацию Енисейская Сибирь. Также местные предприниматели должны получить доступ к квалифицированной защите своих прав через представителей бизнес-омбудсмена. Кроме того, ему предстоит развивать региональную инфраструктуру поддержки частных инициатив и взаимодействия с предпринимательским сообществом в районах края в рамках проекта «Локальная экономика». Планируем обсудить и попытаться сформировать рейтинг системных и текущих проблем регионального бизнеса. Мы об этом говорили с Александром Викторовичем, и я пообещал, что как только в виде некого документа, в виде послания, вот эта бумага у нас родится, то мы, безусловно, ее направим в том числе и в адрес губернатора Костяновского края и иных заинтересованных ведомств, которые взаимодействуют с бизнесом в крае, для уже использования в практической работе. СФУ вошел в топ-100 лучших молодых университетов мира. Рейтинг составило британское издание Times High Education. Всего в список самых успешных вузов-миллениалов вошли более 400 университетов из почти 70 стран. Россию в рейтинге представляет только СФУ. Красноярский вуз попал в список лучших молодых университетов впервые и сразу занял в нем 73-ю строчку. Отметим, в рейтинге миллениалов представлены только те учебные заведения, которые созданы не раньше 2000 года. А главный критерий оценки – качество научных исследований и то, насколько они востребованы мировым сообществом. Times рейтинг очень серьезный. И он в первую очередь смотрит на то, чем занимается университет и насколько это действительно соответствует актуальной глобальной повестке. Дело в том, что очень многие российские университеты пишут достаточное количество научных статей, но которые интересны либо самому университету, либо тому сообществу, которое находится вокруг него. А глобальные рейтинги тем и хороши, что они позволяют самим университетам сделать внутренний анализ, насколько они действительно находятся на передовом крае. Напомню, СФУ в Красноярске открыли в ноябре 2006 года по инициативе губернатора Александра Уса. Он же является президентом высшего учебного заведения. В состав нового вуза вошли четыре ведущих городских университета. Архитектурно-строительная академия, технический институт и университет цветных металлов и золота. Сейчас в СФУ учатся почти 30 тысяч студентов. А тех, кто только собирается поступать в высшие учебные заведения, больше 12 тысяч. Столько выпускников Красноярского края будут задавать ЕГЭ в этом году. Первые экзамены начнутся на следующей неделе. Основной период пройдет с 3 по 23 июля. Базовой математики в этот раз не будет, только профильная. А для русского языка выделили сразу два дня. Для тех, у кого не получится сдать ЕГЭ в основной период, предусмотрели резервные дни. 24 и 25 июля. Напомню, так поздно итоговые испытания проходят из-за пандемии коронавируса. Продолжение следует... Матушка, сэр Джеймс, видно, очень порядочный человек, но брак это же на всю жизнь. Вот тут я бы поспорила. Мэн Веринка в городе. Вы видели моего мужа? Да чего глупа. Ревнует она. Сама виновата. Не надо было выходить за столь обаятельного мужчину. Любовь и дружба. Сегодня в 8.30 на 7.00. Итак, мы продолжаем говорить о начале экзаменационной кампании в Красноярском крае. Какие предметы выбрали школьники и могут ли сдать ЕГЭ выпускники прошлых лет. Об этом мы поговорим с начальником отдела регионального министерства образования Татьяной Гридасовой. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что год достаточно сложный во всех отношениях. И то, что выпускникам сначала выдали аттестаты, а теперь пришло время сдавать ЕГЭ. Насколько волнения у выпускников добавится или нет, мы узнаем, наверное, когда они будут сдавать. Ну, по крайней мере, общаясь с кем-то из родителей. Родители почему-то немного успокоились, но теперь опять у них вторая волна паники. Ну, потому что скоро. Вот-вот скоро начнутся экзамены. Потому что скоро. И вот больше 12 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в этот раз. А цифра, которую мы сегодня озвучим, 12 тысяч, насколько она больше или меньше по сравнению с прошлым годом из-за коронавируса, из-за пандемии? Есть ли какие-то различия? Смотрите, в прошлом году у нас сдавало экзамены чуть больше 15 тысяч детей. В этом году 12. То есть в этом смысле в связи с тем, что дети получили аттестаты по итоговым оценкам, что не нужно было сдавать обязательные предметы русский и базовую математику, поэтому в этом году экзамены сдают, единый государственный экзамен, сдают только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. В принципе, если сравнивать прошлые года, у нас всегда порядка 30% выпускников 11 классов поступали в средние профессиональные учреждения. И в этом смысле, в принципе, это та самая цифра, которую мы примерно и могли предположить, что будут сдавать именно те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. То есть те, кто собирался идти в профтех... Они будут поступать по аттестатам. Ну, в этом году понятно. В прошлом году это было? Тоже по аттестатам. Тоже по аттестатам. То есть по большому счету цифра не... Да, да, поэтому мы примерно предполагаем, что такое же количество детей пойдет у нас в этом году в учреждение среднепрофессионального образования. А какие предметы чаще всего выбирают? Ну, в этом году у нас, конечно, самый большой выбор – это предмет русский язык. Далее следует... Ну, это порядка 13 тысяч всего выбрали, потому что у нас еще выпускники прошлых лет сдают экзамены. Далее идет предмет математика профильная, и это более 8 тысяч учеников. Дальше следующее у нас по выбору – это физика, тоже около 8 тысяч. Дальше идет общество знания, там около 7 тысяч. Ну и дальше по неиспадающей – биология, химия. В принципе, цифры тоже примерно такие же, если говорить про процентное соотношение, как было в прошлом году. Ну и, конечно, там один человек, который у нас всего выбрал, издает испанский язык, да, 8 человек – французский язык и так далее. То есть есть у нас еще и такой выбор иностранных предметов. Один человек на весь Красноярский язык? Да, испанский язык – да. Это выпускник прошлых лет. Скажите, пожалуйста, а вот если взять такой небольшой срез из того, что дают выпускники, это больше в какие они специальности уходят в высшие учебные заведения? У нас, в принципе, вот такая тенденция на протяжении нескольких лет, когда дети выбирают физику. Появилось, стало больше детей, которые стали выбирать биологию и химию. То есть мы предполагаем, что это, конечно, оказывает влияние и говорит о том, что в связи с тем, что край у нас такой развивающийся, и поэтому очень многие дети поступают на профессии, которые как раз в промышленность, в производство, на предприятия, поэтому вот такой вот сектор, который связан с развитием именно промышленности и предприятий. Вы сказали о том, что и выпускники прошлых лет тоже компанию смогут сдавать свои экзамены. Какое количество? Их около двух тысяч человек, и если вот особенность как раз этого года, если в прошлом году выпускники прошлых лет сдавали экзамены отдельно, то есть в период дополнительный, то в этом году они сдают экзамены наряду и вместе с выпускниками этого года. Ну и о мерах, которые поддерживали бы безопасность. Ну да, это, наверное, такой особый блок и особое внимание в этом году. У нас на всех пунктах проведения экзаменов, конечно, предприняты определенные меры, и предприняты меры в соответствии с теми рекомендациями, которые давал Роспотребнадзор. А связаны они, конечно же, с тем, что у нас все помещения будут проденцифицированы, везде будет проведена генеральная уборка, на всех пунктах проведения экзаменов будет измеряться температура бесконтактными градусниками. Кроме этого, все сотрудники пунктов проведения экзаменов будут в масках и в перчатках. Ну и мы приобрели достаточное количество антисептиков для того, чтобы все могли соблюсти меры гигиены. То есть выпускники будут в масках? Выпускники по желанию могут быть в масках. Да, у нас в обязательном порядке все сотрудники, взрослые, которые будут помогать проводить экзамен, они все в обязательном порядке в масках и в перчатках. Ну и вопрос, если не сдал ЕГЭ или сдал не на ту отметку, на которую бы хотел, единый день пересдачи, наверное, тоже будет. И вот вопрос в том, как это будет соотноситься с вступительными экзаменами в ВУЗ. Смотрите, пересдача у нас возможна, когда дети по уважительным причинам не смогли прийти на экзамены. Это значит, что по уважительным причинам для этого есть резервные дни, для этого есть дополнительные дни. И если ребенок по каким-то причинам болел либо еще что-то, он может сдавать экзамен именно в дополнительный период. В этом случае, когда ребенок по уважительным причинам не смог прийти на экзамен. То есть, если раньше, получается, мне для того, чтобы получить аттестат, я должен был сдать ЕГЭ... Русский математику в обязательном порядке. И для этого аттестат получить. Да, получил, а не получил. То есть, сейчас аттестат у меня уже на руках. Да, поэтому вы сдаете только ЕГЭ. Переиздать я уже по большому счету не могу. Да, вы сдали единожды, получили свои баллы, и с этими баллами поступаете в институт. К какому числу будут известны итоги ЕГЭ? Ну, в зависимости от того, в какой период будут сдавать. Ну, вот, например, русский язык 19 июня должны прийти, и результаты. Я напомню, что у нас русский язык, ну, уже утверждены должны быть председатели МГЭК. Напомню, что русский язык у нас проводится в два дня, 6 и 7 июля. Поэтому сначала проверяет региональная комиссия предметная, затем это собирается, обрабатывается все на федеральном уровне, и, соответственно, уже результаты отправляются в регионы, мы их утверждаем, и дети получают. И, соответственно, вот таким вот образом, все расписано по дням, сколько дней проверяются какие предметы, и когда дети смогут получить результаты. И, ну, можно будет на сайте министерства посмотреть график, каким образом, и когда будут появиться результаты для всех детей. Угу. Ну, и вопрос из области такой, ну, подумать, наверное, посмотреть. Вот с учетом пандемии, ваше личное мнение, насколько результаты по ЕГЭ будут отличаться от результатов прошлых лет? Ну, мне кажется, что не должны особо отличаться, потому что дети на протяжении Ташмы готовились не один месяц. Это все равно на протяжении дети, понимая, какие экзамены они будут сдавать, все равно готовились. Готовились в школе, готовились самостоятельно. Поэтому, мне кажется, это такая личная ответственность, в том числе ребенка. И учителя, несмотря даже на ситуацию, когда мы обучались дистанционно, учителя все равно проводили консультации для того, чтобы детей готовить и настраивать на участие в экзаменах. Поэтому я рассчитываю на то, что результаты должны быть не хуже, чем в прошлом году. Еще, если позволите, я хотела бы остановиться на одной очень важном моменте. Он связан с тем, чтобы дети в обязательном порядке выполняли все требования, которые предъявляются к экзаменам. Это значит, что детям запрещено пользоваться, не только пользоваться, а приносить с собой телефоны, средства связи, любые письменные заметки, справочные материалы. Все это будет считаться нарушением порядка, и дети за это удаляются с экзаменов. Соответственно, сдать они могут только в следующем году. Вот это очень важная вещь, и я хотела бы обратить внимание и родителей, и детей, с тем, чтобы в обязательном порядке соблюдали все правила. Даже, понимаете, элементарная запись на руке, это уже считается справочным материалом, потому что ребенок сделал заметку. Поэтому вот не надо ничего нарушать, дети должны сдавать и понимать, и пользоваться своим знаниям, которые у них уже за много лет сформированы. Я уверен, что таких случаев у нас не будет. Хочу поблагодарить вас за ответы, которые вы дали на наши вопросы. Я думаю, что это будет очень полезно, тем более в преддверии сдачи ЕГЭ. Да, уже скоро, уже на следующей неделе, мы 3 июля начинаем эту кампанию. Я хочу и вам удачи пожелать, и всем, кто будет сдавать ЕГЭ, для того, чтобы они успешно это выполнили. И хочу напомнить, что у нас в гостях был начальник отдела Министерства образования края Татьяна Гридасова. Мы говорили о начале экзаменационной кампании в регионе. Спасибо. И теперь информация о погоде. В субботу, 27 июня, в Красноярске переменная облачность, кратковременный дождь, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба, ночью плюс 17 градусов, днем до плюс 26. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наш Вайбер, Ватсап, номер 8-391-2900-333. А также следите за нами в социальных сетях. Это все новости к этому часу. В студии был Евгений Петренко. Оставайтесь на седьмом.